Проблемы развития спорта и олимпийского движения. Большой разговор на эти темы состоялся сегодня в Ноке, где прошло Олимпийское собрание. В зале элита белорусского спорта представлены все спортивные и общественные организации страны, тренеры, атлеты, руководители центров олимпийской подготовки и госорганов. Но разговор не только о подготовке к играм в Токио, которые должны после переноса из-за пандемии стартовать летом. Открывая собрание, президент ожидаемо начал с общеполитической повестки, с того, какой непростой период в целом складывается для страны. Сейчас очень непростой период, об этом мы много говорили на Всебелорусском народном собрании и прошедшее после этого время как раз подтверждает сказанное. Наша страна, люди, к сожалению, подвергаются жесточайшему давлению по всем направлениям. В ход идет все от откровенных фейков и создания агрессивной информационной среды до запугивания и попыток терактов. На раскачивание общества известные спонсоры не жалеют денег. В эту воронку затянуло и, к сожалению, некоторых наших, в основном, бывших спортсменов. Тех, кто так заботливо растили наши тренеры в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах Олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от трав и даже при дисквалификации мы их не бросали. Теперь они стоят в приемных международных организациях, выпрашивая санкции против нашего Олимпийского движения, да и страны в целом. Именно с их подачи Беларусь потеряла чемпионат мира по хоккею, современному пятиборью. Ну, они получили свои 30 сребреников. Но это мы все переживем. Я не думаю, что здесь мы что-то катастрофически потеряли. Скажу одно, на предательстве Родины счастье не построишь. Что касается подготовки к Токио, то отбор еще не окончен. На заключительном этапе готовится к играм около 260 атлетов. Квалификационные требования на право участия в играх выполнили 74 из них в 16 видах спорта. Предполагается, что к завершению Олимпийского отборочного периода у белорусов будет 110-120 лицензий. Сделано все для подготовки атлетов. Есть крепкая база. Несмотря на повсеместный локдаун у наших спортсменов, в отличие от многих других, была возможность безопасно тренироваться на лучших базах в замкнутом цикле подготовки и не терять кондиции. В отсутствие официальных стартов продлена выплата именных президентских стипендий атлетам и их тренерам. Александр Лукашенко сразу настроил всех присутствующих на откровенный разговор. Высказаться о проблемных моментах могли главы федерации и спортсмены. На базу не жаловались, говорили, как важен дух победы и целеустремленность атлетов. Неравнодушные тренеры и соревновательный опыт для подрастающих спортсменов. И, конечно, о предстоящей Олимпиаде. Еще раз подчеркиваю, едем в Токио драться. И чем больше жмут на людей, тем больше сопротивление. Поэтому в этих условиях надо показывать результат, чтобы им доказать, что мы не с Луны свалились, а что мы чего-то можем. Я вообще не понимаю, а чего не хватает для того, чтобы подготовиться по профильным видам спорта. Я же помню первые шаги после распада Советского Союза. Слушайте, ну вообще негде было, можно сказать, тренироваться. Сейчас, пожалуйста, самые лучшие центры. Если не хватает залов, где ковер бросить там для тренировки элитных спортсменов по борьбе, мы здесь расстелим вам 3-4 ковра. Тренируйтесь. Давайте результаты. Целинская, когда катила на велотреке, в грудь била меня и себя. Говорит, я сделаю все, вы мне только велотрек построите. Построили. Давайте результаты. Вы не думайте, что мы завтра начнем копировать Минск в областях. Нам это не нужно для компактной страны. Любой спортсмен может приехать сюда на один велотрек и тренироваться. Тренируйтесь с утра до ночи. Нужен Сергею Михайловичу результат. Не дай бог, его не будет на Олимпиаде, но вы знаете, какой потом будет разговор. Ну я понимаю, это спорт. Ну зубами уцепитесь и покажите, что вы можете. Основные олимпийские надежды связывают с гриблей на байдарках и кануэ, борьбой тяжелой атлетикой, художественной гимнастикой, прыжками на батуте, современным пятиборьем и теннисом. Способны выстрелить на играх в Токио и некоторые быстро прогрессирующие молодые пловцы и легкоатлеты. Сегодня на собрании были решены и кадровые вопросы. Так, на пост главы НУК были предложены две кандидатуры. Александр Лукашенко и Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента организации. По итогам президентом национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко. Сообща готовы делать все, чтобы Беларусь достойно выглядела на любых спортивных аренах. «Благодаря тому, что мы не ушли сильно в пандемию, у нас все время были тренировки, мы все внутренние соревнования проводили, участвовали во всех соревнованиях. Это нам сейчас помогло. Я думаю, что она уже именно на этих предстоящих лицензионных турнирах, она очень четко будет видна, на что мы претендуем и как будет команда. Команда сейчас в хорошем состоянии». «Личная цель – показать самый максимальный прыжок, наслаждаться просто и показывать всему миру, что у нас есть достойные тренеры, у нас есть все условия и также работа и техника, которая никому не уступает в мире». «Делается очень много, построено много. И то, что сейчас говорилось о том, что характер, гордость, честь отстаивать, да, вот немножко не хватает такого. Знаете, объединиться нужно и все-таки страну свою беречь на этих мировых аренах завоевывая медали и показать, что мы есть, мы заслуживаем, у нас все получается». Прозвучала инициатива выдвинуть главу государства на должность почетного президента НОК. Такая есть в новой редакции устава организации. Но Александр Лукашенко посчитал это преждевременным и отказался. Напоследок белорусский лидер напомнил главное – спортсменов и тренеров ждут олимпийский результат. Продолжение следует...